Здравствуйте, дорогие гости, дорогие участники концерта, все, кто пришел сегодня узнать про очень интересного человека. Сегодня мы с вами совершим путешествие в XIX век и познакомимся с фигурой удивительного, на мой взгляд, человека. Это князь Владимир Желтаревич Адольевский, по-третью, который сейчас на экране. С фигурой этого человека мы в музыкальной школе сталкиваемся на уроках музыкальной литературы. Когда изучаем русских композиторов, это Клинка, Доргомышский, Клинский-Корсовов, я думаю, многим из вас эти фамилии уже что-то говорят, я надеюсь. Но все-таки иногда мелькает имя этого человека, но кто же это был такой? Это представитель русской интеллигенции XIX века, человек энциклопедических знаний. И сегодня мы отправимся к нему в гости и погуляем по его дому. Погуляем по его квартире. Давайте сейчас мы представим, что все мы надели шапку и мединку. И на машине времени отправляемся на сто примерно восемьдесят лет назад. В нашей квартире, где мы живем, какие у нас с вами есть комнаты? Спальня. Кухня, правильно, ванная, гостиная, детская, наверное, правда? И давайте мы сегодня отправимся к гостю Кадоевскому. Итак, тук-тук-тук. Куда мы попадаем в большом особняке XIX века? Это как называются первые помещения? Прихожая. Прихожая это у нас сейчас. А раньше это она называлась? Парадная. Парадная. Алина Евгеньевич, молодец. Конечно, и так всегда. Итак, что же мы видим? Когда мы заходим в парадную какого-то большого, огромного дома, на стене, конечно же, на стенах сразу нас окружают красивые всякие вещи, люстры, бра, украшения и, конечно же, картины. Будьте добры, следующий слайд. Итак, мы на стене, наверное, в прихожей, возможно, я так предполагаю, видим герб семьи Адоинских. Что интересно об этом гербе? Посмотрите, что вы видите. Какая-то корона, правда? О чем это говорит? О том, что Адоевские это были представители древнего княжеского рода Юри Кличи. Кто это такие? Кто уже знает? Да, пожалуйста, взрослые подсказываем. Это династия, которая правила Русью на протяжении многих-многих столетий. И князь Адоевский это 62-й представитель одной из любвей вот этой династии. А перед вами картинка, на которой изображен князь Михаил Черниговский в представке Батыя. Этот человек причислен к веку святых русской православной церкви, потому что он не позволил себе преклониться перед идолами монгого татар. Такие знаменитые люди есть в этом роду. Как мы видим, что князь Михаил Адоевский родился 11 августа 1804 года в семье директора ассигнационного банка князя Федора Сергеевича Адоевского и его жены, дочери прапорщика Екатерины Филипповой. Вот в этом доме в Москве. А теперь посмотрим следующий слайд. Почему-то здесь изображены барашки. Дело в том, что он родился, но он не сразу умер. Дело в том, что он родился от медоношенной. И чтобы младенец все-таки жил дальше, в богатых семьях 19 века было принято заворачивать младенцев в шкуры только что убитых баранов. И почти более 30 баранов было для этой цели использовано. Вот это работа. То есть человек появился у них случайно и стал великим человеком. Можно сказать, что, к сожалению, родители рано умерли. И уже с 4 лет он воспитывался в семьях дяди, тети. И потом судьба его замечательно сложилась. Что мы видим дальше? Давайте продолжим путешествие по приемной, по парадной. И что же мы там видим? Что это такое? Это шкатулка. Давайте немножко послушаем что-то. Это музыкальная шкатулка. Абсолютно вы правы. И музыкальная табакерка. Почему я здесь ее использовала? Я думаю, что точно, наверное, кто-то из вас знает, что Владимир Федорович Адуевский сочинил знаменитую сказку. В которой есть всякие мальчики, колокольчики. Кто знает, как называется эта сказка? Абсолютно правильно. Это сказка «Городок стабакерки». Она написана в 1834 году. И по этой сказке, вот уже, наверное, почти 200 лет дети учатся читать и познавать мир литературы. К 1834 году князь уже закончил благородный пансион при университете Московском. Образование в этом учебном заведении приравнивалось к университетскому образованию. Помимо тех предметов, которые мы все сейчас с вами учим в школе, это какие? Какие самые главные предметы? Русский, математика. Правильно еще. Абсолютно правильно. Там еще изучались следующие науки. Это логика, физика, естественная история, основы законы искусства. То есть, правильно, чтобы писать законы. Государственное хозяйство, артиллерия, фортификация, архитектура, древности, мифология, русская словенность, а также танцы, музыка, фехтование и учение рушьево, так называемое. В этом учебном заведении учились Чаадай, Грязевский, Грибоедов, Тючев, Погодин, Лермонтов в разное время. Боби и Адоевский тоже можем причислить к их замечательным выпускникам. Вместе с Грюхельбекером Адоевский участвовал в университете, выпускал журнал «Немазина», а также по примеру своего двоюродного брата, поэта-декабриста Александра Адоевского, который, кстати, я думаю, что взрослые его знают, по знаменитой строчке «Из искрей возгорится пламя», по примеру брата он тоже стал писать стихи. А теперь мы с вами перемещаемся в библиотеку Адоевского, и чтобы нам продолжить путешествие, нам поможет Иоганн Себастьян Бах. Адоевский участвовал в университете. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итак, Бах был самым любимым композитором Владимира Федоровича. Процедирую кусочек его новеллы «Себастьян Бах». Хочется сначала спросить, кто-нибудь уже играл Баха, поднимите руку, пожалуйста. Так, отлично, руки есть. Я думаю, что сейчас вам интересно будет выслушать этот кусочек. Я уверен, милостивые государи, что многие из вас слыхали хотя бы имя Себастьяна Баха. Даже, может быть, некоторым из вас приносил ваш фортепианный учитель какую-нибудь царапанду или жигу, или что-нибудь с таким же варварским названием. Доказывал вам, что эта музыка будет очень полезна для выпрямления ваших пальцев. И вы играли, играли и проклинали учителей и сочинителей, и верно спрашивали у самих себя, что за охота была этому немецкому органисту выбрать такие трудности к трудностям, и с насмешки бросить их в толпу своих потомков, как лук одиссеев. Были у вас такие мысли? Скажите честно. Здесь же он отвечает сам себе. Между тем вы встречаете художника, говорит он сам про себя, с пламенным сердцем, с возвышенным умом, который в уединении кабинета изучает творение забытого Вани Баха. Величает его имя вечно юного. Сказать ли, равного не находит ему в святилище звуков. Вот так он назывался Абахин. Новая Ладоевского Абахин была по существу первой в России попыткой творчески воссоздать образ, вообще биографию великого композитора Экана Себастьяна Баха. И долгое время в России Бах вообще был неизвестен, потому что более был известен его сын Берлинский Бах, второй сын Экана Себастьяна. То, что русский князь занимается изучением музыки профессионально, может вызвать у нас удивление. Но следует помнить, что уже в благородном пенсионе обязательный предмет входило в учение музыки. Как вспоминал сам Адуевский, я могу припомнить своих первых учителей грамоты, но кто обучил меня нотам, положительно не знаю. С тех пор, как я себя помню, я уже читал ноты. В 15-летнем возрасте, получаясь в благородном пансионе, он уже был известен как композитор. Два раза на концертах пансиона он исполнял квиндет для фантепианных скрипки «Альта и Аллачеви» и «Контрабаса». Русский пианист, директор Петербургской консерватории, первый Антон Григорьевич Рубенштейн, характеризует Адуевского как музыканта, выдающимися своими замечательными теоретическими познаниями. Он сочиняет органные фантазии, каноны, фуги, что отвечает самым строгим требованиям искусства. Другие современники Адуевского говорили, что Бахова музыка была ему как своя Анафильдов улад, то есть такой свободный, романтический. Он играл превосходно, прямо читая ноты с листа. А с Грибоведовым они занимались теорией музыки как наукой, в то время это было большой редкостью. Если мы посмотрим на книжную полку в Доме князя, то увидим его статьи и книги не только о Бахе, но и о Петховене, Багнере, Листье, Бирлиозе, статьи в энциклопедии по разным музыкальным вопросам и теоретическим вопросам музыки, и также статьи о духовной русской музыке, анализу глазов и написанении русской православной церкви. Что говорит о том, что Адуевский – это первый профессиональный ценитель и истолкователь музыки, зачинатель профессии музыковеда и музыкального критика в России. А сейчас мы послушаем музыку композитора, который Адуевский очень ценил. Это венгерский композитор Фернс Лист. Адуевский композитор Фернс Лист. Адуевский композитор Фернс Лист Мы с вами путешествуем по квартире князя Адуевского и теперь перемещаемся в гостиную. Какие же музыкальные инструменты, без этих инструментов ни одна гостиная в 19 веке не обходилась, мы можем найти в его гостином. Итак, это что такое? Абсолютно правильно. Это орган, домашний орган. Любовь к органу Себастьяну Баху Адуевскую выразилась весьма своеобразно. Он заказал у одного из самых лучших органных строителей того времени Георга Мерцеля кабинетный орган. Именно по своему проекту, кстати, и назвал его Себастьян Дону. В честь Адама Себастьяна Баха. А в 1864 году Адуевский специально сконструировал новый музыкальный инструмент. Что это такое? Что вы видите? На что это похоже? Это какой-то рояль. Правда, что в нем не так? Он без ножки. Нет, у нас ножки немножко там есть. Без педалей. Педали вроде тоже там есть. Вот насколько я вижу, серединка что-то не присутствует. Посмотрите на клавиши. Что-то там не так. На белой есть клавиши. Что-то там какие-то клавиши. Да, еще дополнительные клавиши. Там одна клавиша. До. Да. Что мы знаем? Что у нас двоечка и троечка. Правда? То есть не помнят черные клавиши. А здесь что? Здесь что-то вообще все подряд. Правда? Да. Что там еще какая-то белая клавиша есть. Так вот, у этого рояля. Он называется гармонический рояль. Были такие... Было место в 12 клавиш в одной октаве. 19. То есть вот черные клавиши еще не делились. А вместо... Там дырочка, где ми и фа, там еще одна специальная клавиша оставлялась. Да. Вот это для чего изобретен такой рояль. Это для того, чтобы точнее записывать, например, народные песни, которые в строй рояля не попадают. То есть, как мы знаем, что у скрипки нет деления на звуки. Правда? Там не как в гитаре, например, да? Как на балалайке, да? Как на домре. Деления на лады нет. Да, вот князь Владимир Федорович пытался сделать на рояле то же самое. Этот рояль, кстати, сейчас до сих пор существует. Его можно посмотреть в Москве в музее музыки. Вот. Так что всем желаю там побывать. Так, идем дальше. Так, в гостиной этого человека каждую на субботу устраивался салон. Что такое салон? Салон – это когда… Нет, не салон красоты. Нет, это не салон красоты. Это когда все собирались на такую, ну, как можно сказать по-современному, ну, вечеринку что ли, да? Все развлекались, пели песни. Сейчас мы кнопочку нажимаем, да? Нам что-нибудь играет из радио или телевизора или еще откуда-нибудь, да? Из окна. Раньше ничего не играло. Раньше приходилось самим. Поэтому все умели играть, как правило, на рояле, да? Кто-то делал получше, кто-то похуже, кто-то играл на других музыкальных инструментах. Вот все собирались в одном месте, играли музыку, слушали ее, также читали друг другу стихи, вновь написанные. Это, кстати, было очень популярно, что почти все писали стихи. Вы сейчас пишите стихи? Нет. Ну, только по ходанию, если когда-нибудь, да? Ну, кто-то может вдруг хорошо умеет писать стихи. Вот она. Раньше это практически этим все занимались. Вот. И вот такие вечера устраивались каждую субботу в доме Адлоевского. Там были и всякие философы, ученые, аристократы, литераторы, композиторы. И мы сейчас послушаем с вами произведение самого князя Адлоевского. Это вальс. Адлоевский. Адлоев. Kansasprise. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.